Продолжаем разговор катасетум Амалия Савва, жестоко замоченный средствами от насекомых, а оказалось это просто вот у него такие выделения сладкого сока на обратной поверхности листьев. И потом этот сок превращается в белые точечки, знаете, как рафинад. И потом на этом сладком субстрате поселяется грибок, просто жирует, дает такой черный грязный налет на листья, и заставляет меня переживать, что это паутинный клещ. Но тем не менее бульба выросла приличного размера. Это катасетум Разалдазл. У него бульба выросла неприличного размера. Посмотрите на предыдущую и на эту в 2,5 раза больше. Цветение у него всегда пышное, ароматное. И после того, как цветает первый цветонос, обычно в следующем месяце он начинает работать еще над одним цветоносом. Бутоны налились, вот-вот лопнут. Сюда, под навес от крыши, я поставила растения, которые посажены в мох. И когда шел дождь, чтобы не набрал субстрат, очень много воды, но не очень хорошо выглядевшая. Первое мы снивали, а потом вот этот светик из Германии. Если ты сейчас со мной, посмотри, вот этот аваренцис выбросил опять цветоносов. И нет, ни один не процвел. Но хотя идут новые росты, вон их сколько. Может быть в следующий раз я не отчаиваюсь. Продолжаю отжиматься с мазочками. Будут расти хорошо, не будут, значит буду выращивать котлей да ванды. Вон еще у меня одном из девали. И еще клавасетум, и еще один клавасетум. И пара бульбашей. А вот это Grace Done на Orchid Glade. Свел очень хорошо в позапрошлом году, а в прошлом году вырастил бульбу, не процвел. Но вот это идет хорошего размера. Посажены они у меня по методу, знаете, когда нет дырки в основании горшка. Там всегда стоит водичка. И отверстия сделаны только в сантиметре или двух от основания горшка для слива экстраводы. Весной на выставке я купила гибрид Viola Cea на энциклию Seydeli Eye. Растения из Эквадженера. Корней почему-то нету, но как? Не понимаю, у них растения без корней, они цветут. Она была, по-моему, с цветоносом. И просвела сразу. Как цветок открылся, я на него посмотрела и ударила цветоносом. И правильно сделала эта бульба. Цветоносом дала новые корни и новый рост. Орхидея на другой стороне веранды. Мемория Видали дала очень большой рост в этом году. Но похоже, что не процветет. Хотя и выдала чехол, но и выдала также новый рост. Это знак того, что она будет работать, наверное, над новым ростом. Гибрид Брасселеллии Катлийна Патинару. Покупала в цветущем полгода назад. И вот за это время такой хороший прирост поголовья. Но бульба однолистная. И вроде это чехол, а не второй лист. Моя любимица, но ни разу еще не цвела, но все равно любимица. Это котлея Аметистоглоса. Вот здесь я даже прочитать не могу. Только могу прочитать верхнее слово Аметистоглоса. Она у меня уже третий год. Пришла ко мне она от Киры из Калифорнии с двумя бульбами. И так и сидит в этом горшке. Вот знаете, положила я мох. В прошлом году собрала его в горах Апалачах. Мы там лазили. Он очень плотный, как губка. Высотой, наверное, сантиметра два или три. Мох до сих пор живой. Самый последний рост. Вон он какой высокий. Достижение этого года. В предыдущем году бульба была покороче. А вот эта култышка, это самая первая. Три года назад даже листьев не было. Вот так. Раз, два, три. Три года, три бульбы. Корни просто балдеют в этом мху после дождя. Надо снова к подруге в Вирджинию ехать и подниматься в Апалачи за этим мхом. Котлея песня Марии, ну, очень странная. Цвела в прошлом ноябре. Потом полгода сидела затихшая, без движения. Зима прошла, весна прошла. И только в начале лета она, наконец-то, выдала новый рост. И только тогда я стала ее хорошо поливать. Целлогинокристата была куплена совсем маленькой деленкой. Растет потихоньку. У меня есть еще одна. А это Сарко Кайлос или Сарко Хиллос. По-русски, наверное, правильнее. Куплен у Экваджиниры полгода назад. С жизнью вполне доволен, но никаких сигналов или намеков о цветении он не подает. Деток у него зато куча мала. Продолжает цвести фаленопсис зибрина со страшными листьями. Никакая станхопея акулата, но живая. Цветы у сандерианы становятся темнее. Если бы я ее не крутила, то туда-сюда не дергала. Может быть, они смотрели бы в одну сторону, но не в моем случае. Мелтаниопсис Бертфилд Айлин начинает распускаться. Этот мельтаниопсис пережил разные посадки и в Корее, и во Мхе, и в полугидропонике. Короче, издеваюсь я над орхами. Вариагатный фаленопсис Сога Вивьен растит два цветоноса. А вот здесь моя гордость. Целлогина Громинифолия. По-другому ее еще называют вискоза. Я люблю целлогины. У меня их, наверное, шесть разных видов. Купила я ее с тремя бульбами, которые в середке. И за этот сезон мы нарастили вот такие две шикарные, сверкающие, налитые бульбы. И у меня есть вполне обоснованные подозрения, что, может быть, мы увидим цветение в этом году, так как вискоза, она осенняя цветунья. Я не знаю, как выглядит у нее цветоноса еще, но какой смысл выдавать новые росты в зиму, правильно? Я ей не давала оставаться сухой все лето, но в зиму спать она не будет, просто уменьшаем полив. Есть еще один мельтаниопсис, который готовится к цветению. Это Ambrese Charm Cream Puff. Желтый, крупноцветковый, ароматный. Грибковые поражения на листьях – это от перелива. Но, тем не менее, вот он показывает цветоносы на новых ростах. И, по-моему, даже из самой бульбы растет цветонос. А вот эти пятна темные – это я добавила, уже сама оприскивая гуматом растения. Не знаю зачем, даже не спрашивайте. Но я думаю, я отрегулирую полив, и новые росты уже будут расти чистыми. Никак я не научусь поливать зимой меньше, чем в летнее время, тем более в доме. Есть некоторые разочарования с энциклей Gyrag Arrow. Мне нравится, как выглядят ее цветы, нравится ее аромат. Но цветает она очень быстро. По-моему, прошло недели три, как цветы начали раскрываться. А второй цветонос, не знаю, может даже не откроется. Но тут моя вина. Я его слегка надломила. Я обычно не принимаю решение после первого цветения оставить орхидею в коллекции или нет. Я буду ждать второго цветения. Чаще всего первый блин, как говорится, комом. Ну, красивые цветы. Крупные, главное, для энциклей. Вот такой размер цветка считается крупным. В ней 50% природной кардигеры. На нее она и похожа. Один из моих подписчиков с аватаркой, имя, фамилия, пару дней назад спрашивает. А где Станхопея хернодезиай? Почему не показываете? Вот показываю. Вот только не смейтесь. Но два года назад она цвела. А теперь остались от козлика рожки до ножки. Я не скрываю свои промахи, свои неудачи, свои перезаливы. Я ищу та уливальница, я знаю. И не стыжусь показывать свои косяки. Ну, а вось, может быть, и верну ее к жизни. А если нет, то куплю новую. Но заморачиваться и страдать не буду. А вот очень интересный экземпляр. Это Эпидендрум брактеолату. Родом он из Эквадора и был куплен у Эквадженеры. Когда я покупаю у них, у меня большой процент орхидеи погибает. Эта орхидея ровно в год просидела без движения ни одного корня, ни одного роста. И вот за эту весну выдала столько корней и новый рост. То есть надежда есть всегда. Падангес Доктейлосерес приехал ко мне полгода назад. Эта африканская орхидея хорошо пошла в глине с корой. Свести будет первый раз для меня. Я даже и не поняла, что это у него росли цветоносы. Они развиваются у него стремительно. Две или три недели назад смотрю между листьями невероятное скопление мучнистого червеца. Я была в шоке, но, одев очки, поняла, что это цветоносы. По Дангесе и о вот этой Ангулоу Клифтониай я сниму отдельные ролики. Я нарабатываю материал, записываю о том, как они растут, как они адаптируются в моих условиях. И потом будет интересный ролик, посвященный конкретно им. Пока скажу, что вот этого роста пять месяцев назад у Ангулоуа не было. Чего-то какой-то белый налет. Нифига себе! Кошмар какой-то! Да, по букашке на орхидею тут не букашка, тут огромный таракашка. Наверное, кузнечик. Вот вам природная органика. Удобрение орх в природе. Ай, кажется, еще один. Пошла-ка я за Майклом. Кузнечики, они-то зеленые. Вот это я стрясанула, буду заканчивать. Но под конец покажу вам Лелию. Закат в Санта-Барбаре, Шоу-Тайм, ее название. У меня она полгода получена, и пересажена она была не в правильное время. Старые корни при транспортировке погибли, а новые еще не собирались расти. И вот только через полгода начали показываться новые корешки, и активировался новый рост у основания. А что вот здесь? Кто-то может подсказать мне, что вот здесь под этой кроющей. Видите, как что-то там набухает? Я, например, ну в недоумении, что там может расти. Оставьте свой комментарий, посмотрим, кто угадает. И в следующем ролике мы ее вместе вскроем. На этом все. Продолжение следует.